вот ребята основная наша сегодняшняя цель это магазин костка но не тот костка в которой мы ходили но вы поняли да главное мужу правильно объяснить короче это костка не просто костка костка бизнес-центр в общем его отличие от обычной костки это то что здесь могут затариваться скажем так привычным языком для постсоветского пространства предприниматели то есть можно покупать не только семейные упаковки но еще и для бизнеса прошлый раз когда я сюда заходил ты где потерял жену блин жена потерялась пошла за тачкой вот короче мы в этом магазине были один раз и был ли даже не мы а был я в нем один раз вот случайно ехал мимо заскочил вот и узнал что здесь можно покупать не только простой человек но и предприниматели потому что здесь не просто семейные упаковки можно брать а можно брать для перепродажи для бизнеса поэтому в общем это в принципе костка если тот магазин склад то это давай пойдем в тот ряд который нас интересует это в принципе магазин мега склад вот немножко другими ценами с немножко другими условиями ну и вот прошлый раз когда я заходил у меня не спрашивали карточку членская сейчас видите спросили членскую карточку то прошло я вам рассказывал раньше ну карточка есть мы зашли и сейчас будем ходить что-то смотреть наверно вам будем что-то показывать покажем обязательно что покупаем любимые гумиберы что у нас по цене с гумиберами гумиберы 899 за дайка сколько их здесь 6 лб 6 паундов 6 паундов это грубо говоря больше трех килограмм да но считается 3 килограмма паунды делите на 2 а это другие гумиберы уже подумываю о том чем чего вот смотрите какие прикольные мини-бургеры жевательные жевательные футдоги очень большой упаковке мне бы маленький за дом сейчас просто посмотрим потом может еще раз один ты просто давай сейчас походим посмотришь может на чем-то определимся а вот эти садрить которые меня угостили жевалки ребята кто знает мамбу знакомьтесь это мамба и серёжа тоже любит 1199 нет подожди это неправильно извините мамба 1399 поехали а это что эти нет нет это же оливкинами или что да а вот эти минтики минтики меня надо на работу сколько здесь травы так 164 килограмма и стоят они 499 оба ну что едем дальше не вымкались короче ребята цепляем вот такие корн доги 1079 вот такая вот упаковка короче это сосиска в тесте на палочке дети просто обожают младший готовится на очень просто в печку кидается там на каких-то на полминутки на минутку да на минутку я не знаю мы еще в холодильнике давай выйдем из него ребята потом поговорим потому что холодильник холодно надо быстро смотреть короче ребята находимся просто тупо в холодильнике берем вот такой potato салат 5лб 499 он по вкусу немножко напоминает оливье да ну чуть-чуть горошек напоминает такой иногда когда лень делают оливье наш сын очень любит это просто добавляешь в горошек и прокатывает ну в общем это прикольный местный салат картофельный такой он очень вкусный нам понравился мы его случайно попробовали и нам очень понравился вот эти печеньки дорогие непонятные но печеньки на любителя короче вот видим мы находимся в помещении в котором стоит куча холодильников кондиционеров они еще гонят этот холодный воздух на нас в общем мы просто тупо ходим в холодильнике и и с так и и и и и и и Идем искать сыр палочками. Мне не очень нравится этот магазин, мне кажется, наш и очень. Как вы, который ближе к нам, скажем. Потому что это пром-магазин. Вот, смотри, тут другой есть. Может, в другом отделе, в другом холодильнике. Маленький. Не, нормальный? Не, она просто короткий пакет. Да. Короче, дети любят вот такой кушать сыр палочками. Зайка, это вот этот вот. 9,99. Да, да. Прига чудовств. Да, вон. Цена 9,99. Вот такая пачка, как мы взяли. Вот тоже какие-то палочки. Сколько в нем? Он такой большой. 3 лб. 1,7 килограмм. Какие-то палочки толстые. Нет? Нормально. Нет. Обычно. Надо просто туда на руку сразу же упаковки. Едем дальше. Можно взять вот такой чеснок чуще? Вот салаты нарезанные, наготовленные. Только, как говорится, в миску бросай. Заправляй. Заправляй. Мандарины. Нет? Ну, мандарины. А зачем вы хотите еще? Как вы там еще едете? Едем в воду, потому что нам надо вода. Давайте погреемся все вместе. Мы как раз на нее попали. Блин, реально я замерз. А вон только с осьминоги упал. Где осьминоги? Где осьминоги. Боже мой, блин. Короче, ребята, кто хочет съесть осьминога, вот. Или щупальц. Да. 22,99. За пару щупальц. Ну, вот как-то так. Для любителей морской кухни. Ну, или можно попроще взять за 22,99. Та же цена вот такого привычного салмона. То есть, короче, красную рыбу. Пробуем мяско. Пробуем мяско. Ну, идем дальше. Так, давай найдем нашу воду. По этой стороне надо походить же тоже просто. А вон там эти какие-то набитцы шмарятся. Надо посмотреть, сколько у них картошечка стоит там. Ну, так я же говорю, надо просто пройти, пацаны. А я пока не вижу нашей воды. Ну, а нам надо пол-литровая. Нам надо пол-литровая вода. Здесь какая-то вот досане, но она тоже большая. 32 с досане. Стоит 5,39. Нет, это не та вода. Нам такая вода не надо. Ну, что, поехали. Вон еще много воды. Может быть там наша стоит. Пойдем ли мы там холодильник? Да, да. Я буду на тебе упаковывать. Вот вода. Да, вот наша любимая вода, которую мы покупаем. Она стоит 2,99 за вот такую упаковку. 40 бутылок, 40 пол-литровых бутылочек. И на нее будет еще небольшой налог за пластик. Я отключаюсь, потому что надо загрузить. Остановились около авокадо. Авокадо, авокадо. Это мой любимый. Это фрукт или овощ? Блин, надо узнать, это фрукт или овощ? Ну, я, короче, его очень люблю с определенной формы. 5,39 за 6 штук. 898 центов. Короче, ой, 0,898. Короче, 90 центов за одну штучку. Это хорошая цена. А это вот холодильник бургеров для пати и для прочих этих... Ну, бургеров, короче. Всякие найдется. Ну, очень много там мясных котлет, которые готовятся на гриле. Ты хочешь зацепить их? Рыбные? Вот эти вот классные салмонбургеры. Сколько они стоят, зайчик? 15,99 за 3 лб. Дети рыбу есть не хотят. Как бы мы ее не готовили, вернее, как бы Маришка не готовила рыбу в разных вариантах. Дети не хотят ее. А вот эти бургеры, они очень хорошо лопают. А бургеры эти сделаны из красной рыбы и, в общем-то, получилось их обмануть. На входе мы получили книжечку. Покажи книжечку. Опа! Вот такую книжечку. Здесь вот, видите, написано, что будут скидки, начиная с 12-го. Не вижу. Ну, с 12-го. А с 12-го ноября по 15-е декабря. Поэтому... И расписано, какие скидки наши. Да. Вот. Поэтому мы сегодня даже ничего много так покупать не будем. Так вот просто... Нет, ну мы... Маришка знакомится с магазином и что-то по ходу цепляет там. Ну, что-то так вот, по чуть-чуть. А уже потом позондируем эту книжечку и посмотрим, что там попадает под хорошие скидки нам. И поедем брать, потому что скидки делаются для того, чтобы покупать дешевле. Ну что, в какой отдел двигаем? Короче, это куча всяких напитков, куча всяких энергетиков, куча всяких спортивных напитков. Вот всякие молочные, протеиновые. Тут их просто тьма, просто тьма. И фруктовые, и молочные, и просто на воде. А? Что? А? А он не попадает в книжечку? Нет, он не будет. Сейчас посмотрю. Вот есть очень классная газированная вода, вот такая. Кирконт, это бренд, который поставляет очень много продукции в Косту. Вот, что классного в этой газировке? Я вам сейчас покажу. Смотрите. В ней нет калорий. В ней есть витамины. В ней сахара меньше одного грамма. Короче, это просто здоровый напиток. Он пьется как напиток, он выглядит как напиток, но он не вредный как напиток. Поэтому мы его цепляем нашим детям. Катаринка его очень любит. И когда мы разобрались в его составляющих, мы стали его периодически брать. Но не всегда. Ну как, мы изредка берем. Это не питьевая вода. Дети пьют у нас очень много воды. Ну, иногда же им хочется и интересного чего-то. Побаловаться. Короче, 8,99 в тележку. Короче, ребята, мы сейчас в ряду сладкоежек. Я вам цену показывать не буду. Ну как не буду, это долго, наверное, будет. Я вот просто пройду. Тут столько сладостей. Просто вот мы уже много чего попробовали. Ну я буду вот так вот и цену, и пирожок, скажем так. Ну уже столько перепробовали всего. Ну тут просто, ну это просто какая-то, блин, жесть. Тут просто ну столько всяких, блин, напечено. И наделано всяких вот каких-то кексиков, печенек, тортиков. Вот, кстати, торты в Америке, я вам честно скажу, ну, блин, оставляют живой ладь с лучшего. Не все торты, вернее все, скажем, так себе. Ну как-то вот тортовая выпечка работает слабо. Ну всякие печеньки, блин, там кексики-мексики. Тут я вам скажу, блин, это мама не горюй. Вот эти сухарики, это просто, это просто, это бомбически вкусные. Вот такие печеньки здоровые. Одна печенька получается 50 центов. Это как я вам показывал когда-то, они типа овсяных. Вот. Это просто рай для сладкоежек и для тех, кто не заботится о своем весе. Просто, просто, блин, тут, ну. Просто если это все понадкусывать по разу, то уже, уже не выйдешь отсюда. И это была одна сторона. А сейчас мы переходим на другую сторону. В Америке вес набирается моментом. Я когда приехал, мой друг говорил, какой ты худой, блин. Говорит, ничего, скоро, говорит, все будет нормально. И, в общем-то, потихонечку за два, за три года, ну, наверное, больше за два, я набрал нормальную массу. Вот. И потом мы начали бороться с весом. Об этом будет отдельный влог. Как секрет-то не рассказывать? Да. Видите? Маришка говорит, что это секрет. Но мы с вами этим поделимся. Короче, я понял, что я расту. И я понял, что я нифига уже в высоту не расту, а расту в ширину. И, в общем, мы начали как-то вот эти вот все пирожки немножко обходить стороной, немножко контролировать себя. Ну, и вообще просто я вам скажу, в Америке растут не из пирожков. В Америке растут из того, что очень большой выбор еды. Еды очень много. Еды много разной. Еды много готовой. Еды много сырой. И эта еда настолько доступна, ее просто все время едят. А когда ты много ешь, у тебя разбивается живот, и ты не наедаешься. Ты можешь есть больше и больше. И вот поэтому это какая-то определенная беда. Так, ну а к нам в корзинку традиционно идут вот эти вот питы за 3,99. Ой, 3,49. Вот. И видите, куча-куча всяких булок. Хотите, хот-доги делайте. Хотите, делайте бургеры квадратные. Хотите, делайте бургеры, блин, круглые, большие, маленькие. Есть какие-то где-то совсем маленькие были. Вот тут есть такие вот, вот такие вот из хлеба, скажем, одни из белой муки, другие из рыжей. Вот такие можно тонкие хот-доги наделать. Ну, короче, под любые сосиски, под любой рот, под любой вкус, под любое все. Хотите, делайте вот такие вот. Мы их не покупали ни разу, но, короче, это типа бургер с дыркой получается. Типа, если наш бублик разрезать. Я когда был молодой и красивый и маленький, я резал бублик пополам, мазал его маслом, ложил в него сыр, закрывал и это было классно. Вот здесь можно делать то же самое. Короче, их тут просто как грязи. Вот маленькие какие-то, вот такие вот, смотрите, вот как мы брали. Вот такие вот плоские. Хотите с семечками, хотите без семечек. И поэтому вот народ это все начинает потреблять. О, зеленые блины. Что это такое за зеленые блины? Это они, наверное, с этим, с зеленые, с авокадо, а красные чем? С помидорами будет, что ли? Не знаю. Интересно. Для фиеста, хитра. Короче, это чтобы заворачивать. А тут вот что-то заклеено, не видно, блин, оборвалось. Понятно. Ну, короче, с определенным вкусом. Ну, красивенько. Да. Зелененько, красивенько, свеженько. Хлебушек. Многие жалуются, что в Америке нету нормального хлеба. Да есть нормальный хлеб, его просто надо найти. Вот этот вот хлеб очень вкусный. Цельнозерновой, со всякими, блин, семечками, там, со всякими, всячинами, короче, блин, со всякими, пардон. А я себе нашел недавно вообще черный хлеб, мы вам показывали, он по вкусу как бородинский. То есть не могу сказать, что я любитель хлеба. И вообще, как говорится, хлеб еда для голодных. Но иногда так вот с салатом кусочек хлеба можно съесть. В основном мы без хлебушка едим, но иногда берем с салатом, иногда делаем бургеры с хлебом. Просто есть хочется очень много, но оно не влазит и не получается все съесть. А после того, как мы... Ну, не сильно она и жесткая была, но, в общем, после того, как мы привели свои организмы немножко в порядок, то, в общем-то, уже в них немножко еда перестала влазить. Давай я похвастаю. Сейчас похвастай. Организм привелся в порядок. Ну, давай не будем это самое рвать интригу делать, у нас все будет потом. Потом возьмем морскую капусту. Она попадает в сейл или нет? А я не смогу. Ладно, приедем в следующий раз. Вот это вот обалденная штука. Я вам сейчас покажу. Так, посмотри. Короче, нет ее там? Тогда мы берем вот эта вот морская капуста. Стоит 8,89. Здесь получается 2,4,6,8,10. 10 упаковочек. Ну, ее можно съесть за раз, можно съесть за два раза. Но лучше за раз, потому что она хрустящая. Если ее оставить, она отсыреет и не будет хрустеть. В общем, это тоже очень вкусно, очень классно. Очень мало калорийно. И я на нее тоже как-то подсел. А вот смотри, есть еще такая. Интересно, что она по весу получается. Здесь вес 96 грамм всего. И вот 96 грамм упаковка. А здесь? Посмотри, это потяжелее будет. Здесь 170. А, это 170. Почти два раза. Да. Просто странно. Ну, ладно. Ну, в общем, вот эта вот морская капуста, это схема. Это хрустящая, вкусная схема. Ее можно просто как чипсики перекусить. Вот. И она такая приятненькая и прикольненькая. Ну, и вот вы видели, вот я вам показал выпечку. А сейчас пошли печеньки. Печеньки всякие. Вот Орео дети просто, они просто на него подсажены. Я не знаю как. Так. Вроде рекламы нету. Вот как Майнкрафт или какая-то игра. Что они играют? Нет. Роблакс. А есть еще одна. С Найтом что-то связано. Форнайт. Или как? Вот никто не рекламирует, но они это знают. Они вот и играют, они все на этом помешаны. И вот так вот Орео. Его никто не рекламирует, но его куча всяких вкусов и видов. И они просто тащатся от него. Но мы его покупаем в центах. Оно там в два-три раза дешевле. И вот другое печенье. Вот это вот рыбки, крекеры. Их часто очень детям почти каждый день дают в школе. Вот. А вот какие-то уже новогодние. Новогодние красивые упаковки. Вот. Очень красивые. Смотрите вообще. Железная такая банка. Фигеть какая она большая. Жайка, иди помоги показать. Короче банка стоит 20 долларов. Сейчас мы узнаем ее вес и размер. Вес 4,6 лб. 2 килограмма. 2 килограмма 100 грамм. Поставьте ее пожалуйста я покажу. Какая она здоровая. Смотрите вот такая вот железная. Офигенно здоровая банка. Вот такая классная. Это короче очень какой-то бренд для печенья. Это надо было бы разобраться про него рассказать. Лишь какой-то бренд. В общем вы понимаете да? Что если вы сладкоежки. То от таких магазинов надо держаться подальше. А вон смотрите что стоит. Мун пай. Был шокопай, а стал мун пай. Пойдем сейчас посмотрим на него. Шокопай тоже здесь есть. И дети тоже их любят лопать. Единственное в чем проблема. Смотрите киндер. Киндер сюрпризы в отдельных магазинах очень редко. Это в общем так как в Беларуси на кассе они здесь не стоят. Вот. Есть какая-то политика по маленьким игрушкам. Их одно время вообще нельзя было продавать. Из-за того что маленькие игрушки ребенок может подавиться. Вот. Потом как-то немножко ее ослабили эту политику. Вот опять эти как овсяные похожие. И стали продавать. Но некоторые магазины в основном те где больше европейских продуктов. Так вот в американских магазинах киндер сюрприз вы не найдете. Ну вот. Это наверное аналог шокопая. Мун пай. 7,99. 7,99. 1,890 грамм. Хорошая коробка. 24 штучки. Получается 33 цента за одну штучку. А вот есть смотри. Это с бананом. Они еще и разные. Шоколадные, банановые. Офигеть смотри. Вот эти вот штучки очень. Они на рисово-кукурузные палочки похоже. Дети любят. Но они такие сладкие. Раньше я бы съел это со сладким кофе. А сейчас я это с водой с трудом могу съесть. Такое сладкое. Мы полностью отказались от сахара. И у нас в доме сахар можно и не найти. Как-то Маришка готовила пирог. Антошки на день рождения, да? Нет. Я хотел банановый пирог. А. Нет. Да. И на банановый пирог не было. Да. Ага. Я хотел банановый пирог. Маришка мне его любезно приготовила. Но не было сахара дома. И у нас были такие с гостиницы, когда остаются сахарные пакетики. С кофе там дают. Мы их забирали. И вот она с этих пакетиков вытряхивала в пирог сахар. Вот. Было прикольно. Ну что, куда? Идем дальше. Пока отвечаю. Короче, идет в корзинку вот такая еще на 1,640 грамм упаковка мятных конфеток. Стоит она 4,99. Это я покупаю себе в машину для своих любимых пассажиров. Короче, ребята, сейчас будет жесточайшее разоблачение. Как нас имели в противоестественной форме. Фу, кот. В магазине Smart and Final. И в каком еще? Волмарте. Волмарте, наверное. Короче, есть вот такая приправа. Называется она Парсли. Ну, вы слышите, да, называется она Петрушка. Но мы же в Америке, и поэтому мы едим не Петрушка, а едим Парсли. Короче, она очень классная. Но она же там с добавлением чего-то. Ну, в общем, мы любим эту приправу. Мы ее обильно покупали. И покупали мы ее где-то вот в такого размера баночки. И она стоила 7,99. И сейчас... Ти-динь! 8,99. Вот такую баночку. За вот нахрен вот такую баночку, понимаете? То есть вот... Блин, ну на телефоне трудно сравнить. Как это сравнить? А, вот. Все равно она больше кажется. Короче, ладно, давайте посмотрим по весу. Здесь, значит, в этой баночке 348 грамм. А в этой канистре, которая на галлоны похожа. Килограмм, подожди, не мелькай. Нет, это 454 грамма, а один обы. 0,45 килограмма. Ну, короче, здесь, наверное, может быть что-то тяжелое. Здесь другая. Короче, в общем, объемом, наверное, в эту банку влазит таких... Да много влазит. 1, 2, 3, баночки 4. Ну, в общем, короче, вы поняли. Смотрите на цены и покупайте правильно. Моя жизнь никогда не будет прежде. Иначе будет вот такой просак. Я вообще. Ребята, мы снова вместе. Мы приехали домой. И вот я все-таки хочу вам показать и сравнить. Чтоб вы поняли и сравнили цены. Значит, вот эта баночка. Это маленькая баночка, которую мы всегда покупали в Smart and Final. Вот под этим брендом First Street. Это товары, которые в Smart всегда дешевле. Это их фирменный бренд. Значит, эта баночка на 70 грамм стоит, Маришка? 7,99. 70 грамм. А вот эта баночка, которую мы купили сегодня. Которую вы видели. Она стоит 8,99. И в ней 450 грамм. То есть, понимаете, 8 долларов, 70 и 450. Вот так как-то, как я и сказал. Учитесь на чужих ошибках и рассказывайте о своем опыте. А мы будем продолжать вам показывать наши интересные, смешные, полезные и всякие другие истории. Итак, ребята. Итог сегодняшней костки. 119,29. Можно посчитать даже где-то 105, потому что минус 4,99 конфетки и как минимум 2 воды пойдет у меня на работу. До встречи!